Доброго дня! Мы из Украины. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте видео. Мы начинаем. Оперативная информация на 27 июня 2022 года. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации. В частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасом объемом до 20 вагонов. На Северском направлении Российская Федерация продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, продолжил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районных населенных пунктах Хриновка и Анжуловка Черниговской области. Нанесли авиационные удары по населенному пункту Славгород-Сумской области. На Слобожанском направлении Российская Федерация обстреливает подразделения сил обороны, ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. На Харьковском направлении совершались обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районных населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаная, Чугуев, Шестакова, Замуловка и Русская Лозовая. Вел штурмовые действия в районных населенных пунктах Дементьевка и Питомник. Отступил на свои же позиции. Российская Федерация дистанционно минировали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакова и Победы. На славянском направлении Российская Федерация сосредоточила усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районных населенных пунктов Богородичная, Адамовка, Крестище, Грушу Ваха, Светличная и Курилька. Также нанесли авиаудар неподалеку от Довгенькова. В целях улучшения тактического положения Российская Федерация ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка. Бои продолжаются. На Донецком направлении Российская Федерация при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с юга. Ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районных населенных пунктах Лисичанск, Волчияровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск. Продолжаются боевые действия в районе Волчиярки. Вблизи Верхнекаменки силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти. На Краматорском направлении активных боевых действий противник не вел. Обстрелял из артиллерии районы Райгородка и Маяков. На Бахмутском направлении Российская Федерация производила обстрелы из минометов ствольной и реактивной артиллерии в районных населенных пунктах Спирное, Брестово, Белгоровка, Клинова и Зайцево. Удар армейской авиации зафиксирован у Покровского. Наши воины обнаружили, обезвредили диверсионно-разведывательную группу вблизи Спиртного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинова. Вражеское наступление в районных населенных пунктах Брестово и Вершина остановлено. Противник проводит обустройство новых позиций, в том числе блокпост в районе Николаевки. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожских направлениях враг производил обстрелы позиции со ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиаудары в районных населенных пунктов Красногоровка, Веселая, Углидар, Шевченко, Причистовка, Маренко и Павловка. Вражеский ракетный авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевки. В Южнобукском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Ведет разведку, усовершенствует инженерное оборудование позиции. Совершал обстрелы гражданской и военной инфраструктуры и ствольной и реактивной артиллерии в районных населенных пунктах Большая Костромка, Потемкино, Княжевка, Партизанская, Квитневая, Степная долина. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага. В акватории Черного моря удерживается в готовности нанесения ракетных ударов два носителя высокоточного оружия. Продолжение следует...